Не имею в виду именно российских историков и археологов. Это международная секта по одурманиванию человечества. Наука становится как религия. То, что не подходит под их теорию мироздания, они сразу объявляют антинаучным, подделкой, либо новоделом. Хотя тех же научных подделок предостаточно. Возьмем, к примеру, гробницу Тутанхамона, или всем известный Стоунхедж. Мы же все прекрасно знаем, и Википедия нам в подтверждение. Стоунхедж – один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Одни легенды нам говорят, что его строили друиды. Другие легенды связывают постройку Стоунхеджа с именем Мерлина. Ученые выдвигают гипотезы, согласно которой голубые камни Стоунхеджа были добыты в горах при Селли, северо-западной Уэльс. Выдвигаются версии, что Стоунхедж является святилищем друидов. По другим версиям, это гробницы, в которой хоронили представители местной элиты. А датируют эти захоронения аж три тысячи лет до нашей эры. Но почему-то Стоунхедж на старых гравюрах имеет несколько другой рисунок, нежели мы видим сейчас после реставрации. Ой, я сказал реставрации? Нет, до реконструкции. Ведь все, что мы видим сейчас – это реконструкция. Все удивляются, каким образом древние люди могли огромные каменные глыбы расставить таким образом. А вот как! Для реконструкции Стоунхеджа использовалась тяжелая техника для установки мегалитов, железная дорога для доставки мегалитов и техники, военные ангары для сокрытия техники и мегалитов на время строительства, военные гарнизоны для отцепления территорий, а параллельно, возможно, и создавалась завеса информационного прикрытия, старинные рисунки и гравюры, старинные фотографии, упоминания в литературе. И как нам теперь доверять ученым, историкам, археологам, что Стоунхедж стоял именно здесь, в Южной Англии, на Солберийской равнине, а не где-то в другом месте? А вот и фотографии самой реконструкции Стоунхеджа в середине 20 века. Заметьте, что в Википедии нет ни слова про саму реконструкцию. На этих фотографиях все как будто создается с чистого листа. Чертятся круги, вырываются углубления, чтобы потом в них устанавливать мегалиты. Я оставлю ссылку в описании под этим роликом. Там будет много ссылок, и все они будут достаточно интересными. Мы видим на фотографиях, какие глобальные работы проходят в Солберийской равнине. Но если обратиться к литографиям 16 века, то территория вокруг Стоунхеджа как-то на равнину совсем не смахивает. Здесь какие-то холмы, а может даже небольшие горы. Невольно встает вопрос, а на этом ли месте вообще стали реконструировать Стоунхедж? Вот они, голубые камни Стоунхеджа, якобы привезенные за 380 километров из восточного Уэльса. А может быть они не такие уж и голубые? Может голубая на них только штукатурка, которая местами начинает облезать? А из-под нее виднеются обычные бетонные блоки, которые устанавливались не с помощью магии Мерлина во времена короля Артура, а с помощью обычной тяжелой техники, подъемных кранов, лебедок. Конечно, нам трудно утверждать, все ли камни Стоунхеджа подделки или только некоторые элементы. Сколько на самом деле лет этому комплексу? 5 тысяч, как заявляют нам историки. А может быть 300 лет? А может быть вообще он построен в середине 20 века? Ведь согласитесь, что мы, простые люди, не имеем практически никакого доступа к информации, которую можно проверить. Мы должны верить на слово ученым и археологам. Но то, что не подходит под их теорию мироздания, сразу объявляется антинаучным. Как, например, фигурки Акамбара. В Википедии так и написано. В ходе научных исследований установлено современное происхождение этих фигурок. То есть их объявили новоделом. Это коллекция из более чем 33 тысяч миниатюрных глиняных статуэток, изображающих людей и вымерших животных. В частности, динозавров. Собранная археологом-любителем Вальдемаром Джульс Рудом, который утверждал, что нашел их первые экземпляры в 1945 году, во время раскопок близ города Акамбара в Мексике. Ведь динозавры вымерли десятки миллионов лет назад. Как же тогда люди в Мексике могли лепить из глины фигурки динозавров? Они что, их видели? Так получается, люди жили вместе с динозаврами? Нет, это противоречит теории историков. Значит, это антинаучно. А на картине Питера Брейгеля, которая датируется 1562 годом, которая написана по библейскому сюжету «Самоубийство Саула», изображены, видимо, верблюды. Ну, так во всяком случае пытаются сказать нам историки. Ну, не динозавры же это. Нет, конечно, это верблюды. Все, абсолютно все, что не входит под их теорию, объявляется подделкой. Велесова книга «Подделка». Динозавры, верблюды, картины руинистов, вымысел, фантазия. А берестяные грамоты, пролежавшие в новгородской земле 900 лет, это не фантазия? Сходите в лес, посмотрите, в какую труху превращается березовый валежник, пролежавший буквально 5 лет на земле. Да береза вообще самое трухлявое дерево. И в строительстве береза практически не применяется. Каким образом береста может сохраниться в земле? Закопайте газету хотя бы на год, посмотрите, что с ней произойдет. Вот раскопки черных копателей, посмотрите, во что превращаются стальные предметы, которые должны защищать голову человека от выстрела. Они пролежали в земле чуть больше 70 лет. А вот берестяная грамота 900 лет. Читайте, все видно, все четко. Заметьте, я не утверждаю, что берестяных грамот нет и не было в помине. Они были, на них писали, и вполне возможно, они могли сохраниться до наших дней. Но в шкатулках и сундуках, но никак не в земле. И что на них написано, и как они выглядят, нам вряд ли покажут, уж поверьте. Их будут прятать похлеще, чем вилообразные кресты на старых надгробиях, которые уничтожали или закладывали в фундаменты будущих церквей, лишь бы подальше от глаз. А нынешние прихожане и не знают, что такие были буквально 300 лет назад. А зачем им знать? Пастуху главное, чтобы овцы паслись. Историки с высоты своего авторитета показывают нам ту картинку мира, которая им выгодна, которая подходит под их теорию. Что не подходит, сразу объявляется антинаучным. Точно так же религия вела себя, когда инакомыслящих объявляли еретиками. И сжигали на кострах. Спасибо, что хоть сейчас на кострах не сжигают инакомыслящих. Посмотрите на кадры, которые я собрал благодаря моим подписчикам и зрителям. На них наши доблестные археологи датируют свои находки так, как им выгодно. Обратите внимание, это май 2017 года. Улица Станиславская, Ростов-на-Дону. Под всего метровым слоем грунта обнаружены останки людей. И археологи их датируют первым веком. Я уверен, что у домов, стоящих рядом, фундаменты намного глубже. Но давайте послушаем наших археологов. Десять погребений на вот этой площади, это уже погребения 11, и открываются новые. Скажите, какой это век? Что за эра была? Что за мелолиты там такие? Данное конкретное, это, скажем так, второе тысячелетие до нашей эры. Те, которые просто в грунте лежат, это посвежее. Это рубеж первого века до первого нашей. Как он хоть называется, этот мелолит, по-научному, по-исторически? Мелолит. Ну, это я так говорю, чайник. Меоты. Меоты. Но до русских, до славян еще было очень и очень далеко. Да, до славян было далеко. Но сегодняшние жители Ростова, Ростовской области, Юга, России, могут гордиться этими находками? Безусловно. Вы тоже имеете какое-то отношение к науке? Ну да, вроде как. Как вас представить? Или сами представьтесь. Мик Палыч. Палыч? А у вас какая степень научная? Лаборант. Слушайте, а вот есть у вас радость от того, что вот это нашли? Конечно. Научная радость. Есть? Есть. Какой-то такой задор научный? Дрожь какая-то? Есть. Есть, да? Ну скажите, вот это что вы откапываете? Видно, что это человек. Да. Вот. У него череп меньше, он поменьше. Детский скелет. Какой? Детский скелет. Это детский скелет. Предположительно, какой век? Вы можете определить на взлазе, да? Первый. Первый век нашей эры. Ну, спасибо вам большое. Да не за что. Покажу людям ваши руки, как бережно, бережно, потихонечку, ласково снимается исторический слой. Видите, две тысячи лет никто не касался, человеческие руки не касались этого культурного слоя. Культурный слой. Песок и глина у них культурный слой. Вы поглядите, на какой глубине находится захоронение этих тел. Здесь даже нет метра. Если бы его хоронили вчера, его бы закопали на два метра, так как могилы роют именно на такую глубину. А здесь как будто его просто землей присыпали. Первый век? Вы что, серьезно? И вот на такой территории уже одиннадцатое захоронение. Да с чего вы взяли, что это вообще захоронение? Ну, обязательно должна находиться утварь. Так сказать, следы цивилизации. Тарелка и кувшин. Уж по которым точно, проведя радиоуглеродный анализ, датируют это захоронение. И не важно, что у радиоуглеродного анализа погрешность плюс-минус тысяча лет. Ну и, видимо, хоронили в первом веке вот так вот, на бочок. Ведь никто не скажет, что это последствие какой-то катастрофы и людей завалило глиной или песком. А почему раздавлен череп? А вы обратите внимание на зубы. Ведь это скелет молодого человека, у которого все зубы на месте. Или что, в первом веке были отличные стоматологи? А знаете, почему это датировали первым веком? Как это вообще захоронение можно назвать? Тела находятся в разных позах. По православному обычаю головой клали на запад. Поэтому к православию это захоронение не отнести. До этого были язычники. Так они вообще сжигали своих умерших. Значит, нужно придумать то, что было до язычников. А что там было в первом веке, да уже никто не знает и не помнит. Вот вам и первый век. А сколько находят таких захоронений, которые нам называют умершими наполеоновскими войсками? Либо массовые захоронения от бубонной чумы. Или вот такие вот. Первый век нашей эры, второй век до нашей эры. А потом вы же задаетесь вопросом, как могли скрыть катастрофу? Ведь должны быть какие-то следы. Ведь должны быть горы трупов. Кто же вам про это расскажет? Смотрим дальше. Здесь захоронены останки, найденные при восстановлении в 2003 году храма Казанской иконы Божьей Матери. Они захоронены в октябре 2015 года. Человеческие останки находились в подбальном помещении данной церкви. Всего в 2003 году здесь монахи проводили республикционные работы и ощущали подвал церкви от земли. И во время этого нашлись кости останки и были захоронены в самом подвальном помещении замурованных стен. А земля у нас была вывезена здесь в территории церкви. В октябре 2015 года мы захоронили всего, мы насчитали 97 человеческих останков. В конкретных версиях, откуда они появились, почему здесь находятся эти останки, мы не владеем. Здесь работали и правоохранительные органы, и эксперты. Только было сказано, что здесь и останки взрослого населения, есть несколько детских черепов, подростков. Конкретных версий нет, и старожилы также не владеют информацией, откуда же в подвальном помещении этой церкви появились останки этих людей. Трупы в подвалах и детей, и подростков, и взрослых людей, и стариков, заваленные грунтом, землей. Но никто не знает, откуда они взялись. И даже старожилы. А ничего вам не напоминает? Подвалы, заваленные землей. Но ведь не скажут, что люди прятались там от какой-то катастрофы. И, скорее всего, это не было подвалами. Это были первые этажи. И вот вам еще ответ на один вопрос. Как же так? Никто не помнит о катастрофе. Ведь должны помнить старожилы. А почему же тогда старожилы не помнят, откуда взялись? Около сотни трупов, и детей, и взрослых, и стариков в подвалах этой церкви. Смотрим дальше. Полки с шампунями и дезодорантами в одном из центральных парижских супермаркетов. Но если спуститься всего на несколько метров вниз в подвал, то попадаешь в совершенно другую реальность. Опять подвалы. Недавно здесь обнаружили тайное массовое захоронение. Археологи предполагают, что сотни останков принадлежат средневековому периоду. Это были люди, которые умерли в результате внезапной эпидемии, возможно, бубонной чумы. Сложить в подвалы зараженные трупы, а не сжечь. Пока обнаружено 8 братских могил. 7 небольшие и одна с останками около 150 человек. Что поражает в этом большом захоронении, так это положение скелетов. Они очень ровно выложены. Голова к ногам, голова к ногам. Это показывает, что пространство было использовано по максимуму. Должна была быть конкретная причина, почему так много людей погибли за несколько дней или несколько часов. На костях нет никаких повреждений. То есть это была не война. Мы в этом уверены. Увечий нет. Ну а вот вам и бубонная чума, о которой я уже упоминал. Правда, ведь под эпидемию чумы можно списать огромное количество трупов. Но почему в подвалах? Почему закопаны? Неужели негде было закапывать, как не в подвалах? Не слишком ли много совпадений? Историю дома буквально раскопали. В Казани при реставрации старинного особняка обнаружили подземные галереи. Подвалы не обозначены ни на одной из схем. Об их существовании архитекторы не знали. Современникам остается только догадываться, почему в начале 20 века они были заполнены землей. О том, что скрывало здание. В сюжете Дианы Василовой. Тут раньше и двери были, потому что вот у них эти петли. Эта тайна покрыта мраком и тоннами земли. Чтобы докопаться до истины, строителям придется вывести огромные массы грунта и разобрать завалы. Выполнять такую работу они никак не планировали. По всем проектам в старинном особняке на Карла Маркса подземные галереи не значились. Там вот были, скорее всего, были такие же створы, и их в свое время сломали, и через них засыпали землей. Незапланированное помещение обнаружил архитектор-реставратор. Прежде чем разбирать засыпанные землей галереи, углубились в поиски документов. Самые старые чертежи – ровесники здания середины 19 века. Но и там по какой-то причине хозяин особняка, известный благотворитель, владелец первой казанской сети общественных бань, решил подвалы не отмечать. Незамеченными они оставались и в советское время, когда дом поделили на коммуналке. Наше первое предположение, что это, естественно, какой-либо секретный подвал, который был засыпан порядка 80-90 лет назад. И в дальнейшем, после того, как будет грунт вывезен с этого подвала, уже можно будет сделать более точное предположение, с какой целью этот подвал строился и, возможно, почему он был засыпан. Почему и без того секретные подвалы решили и вовсе схоронить под землей еще один вопрос? Главная теория – таким образом, наверняка и на века в революционное время хозяева особняка укрыли секретные бумаги и ценные документы. Ну, конечно, это секретные подвалы с секретной землей. И на чертежах этих подвалов, конечно же, нет. Но они же секретные. А вот вам еще примеры секретных подвалов. Под полом спортивного зала в одной из школ города Турку археологи обнаружили руины средневековых строений XIV века. В ходе реставрации школы обнаружились, среди прочего, средневековая улочка с куском мостовой кладки, несколько полуразрушенных каменных залов, а также лестницы и коридоры. Пока судьба руинов еще не решена. Их либо скроют, либо превратят в музей. А вот и в Финляндии школа стоит на старых улочках. А может быть, просто школу строили на другом, более старом здании, которое и использовали под фундамент? Или это опять секретные подвалы? ЧП меньше часа назад произошло в центре Москвы. В подвале политехнического музея, который находится на реконструкции, обвалился грунт. Все случилось во время ремонтных работ. Один из строителей погиб, еще двое пострадали. В эти минуты на месте работают спасатели, полиция и скорая помощь. В экстренных службах сообщают, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Что стало причиной ЧП, выясняется. Интересно, что же стало причиной ЧП при реконструкции политехнического музея? А не секретные ли подвалы, которых нет на чертежах и планах этого здания? Казалось, сотрудников политеха ждали неожиданные открытия. Мы считали, что под зданием фундамент 4 метра, а местами он оказался 18. Ну вот такие вещи. Или какие-то вскрылись пространства, которых не было ни на картах, никаких, ни на каких... Да вот же вам наглядный пример, который так приелся нашему взгляду, и мы ничего не замечаем. Нижние кирпичные этажи и надстройки из дерева. Но нам, как всегда, вешают лапшу, что раньше так строили. Внизу были лавки, поэтому они кирпичные. Да это же чушь. Какой материал был под рукой, из такого и делали надстройки. А планы и чертежи этих зданий были нарисованы намного позже. Того, как эти дома были построены. Их рисовали при так называемой реставрации. А то, что завалило землей, то и не рисовали. Такое ощущение, что ученые ничего не знают. Знают, но тщательно скрывают. Многие вещи очевидны, но большинству даже в голову не может прийти, что могло быть не так. Как рассказывают нам историки. А кому приходит в голову, так боятся высказать свою точку зрения. Чтобы не быть обсмеянными своими же товарищами. Незыблемо верящими в нашу лживую историю. А я не боюсь быть смешным. И иногда даже полезно над собой посмеяться. И вот я спрашиваю, как и чем были проделаны отверстия в каменных топорах? По мне так это проделывалось перфоратором с лазерным или победитовым сверлом. Вот на этой картинке даже видно, что начали сверлить не там, потом ушли чуть-чуть в сторонку. А что нам на это отвечают в музее? Послушайте. Это вот, я так понимаю, какой-то топор, да? Это, да. Витательный камень, боевые топорики. Интересно, вот чем просверлена была вот эта дырка? Как вы считаете? Скорее всего, палка, наверное, какая-то была. Какую-то палку, может быть, как-то. Не-не-нет, я понял, что палка вставляла здесь вот понятна, на чем она была просверлена, если это был каменный век. Потому что... Сложно сказать. Железа, если не было. Или он уже нашли такой камень, который был... Ну, чем-то, ну, скорее всего, камни, может быть, как-то выбивали. Может, как-то как камень. Ну, трудно себе представить, да? Ну, да. Сказать сложно. Вы понимаете, что они даже не задумываются. Как их учили, как заставляли зубрить, так они нам и отвечают. А мы доверчиво хлопаем глазами и слушаем. Да мы сами позволяем себя дурить, потому что мы перестали думать. Сразу хочу сказать, что я показываю лишь свой взгляд. Взгляд простого человека на обычные вещи, которые видят наши глаза. Я никому ничего не навязываю. Я не строю теории. Я просто показываю то, что мне кажется интересным. Но когда историкам, археологам начинают задавать неудобные вопросы, как, например, почему закопаны первые этажи зданий, они либо начинают нести полнейший бред, либо огрызаются и начинают говорить, что это мы должны доказывать состоятельность своей теории. Будь то мировой потоп или какая-то глобальная катастрофа. Вот наш любимый археолог Павел Колосницын из моего предыдущего видео говорит, что это мы должны доказывать состоятельность нашей теории. Но почему мне, простому сельскому жителю, нужно что-то доказывать или опровергать несостоятельность тех или иных теорий? Я занимаюсь исследованиями в свободное от работы время. У меня нет того государственного ресурса, что есть у наших археологов и историков. Мне никто не оплатит командировки, не выдадут инструмент, точно измерительные приборы. Мне эти деньги приходится выкраивать из своего бюджета, лишая себя обычных радостей жизни. Даже запланированная покупка квадрокоптера, который необходим мне для улучшения видеоряда моих роликов, постоянно откладывается и может сорваться из-за каких-то бытовых проблем. Им же оборудование оплачивает государство с наших с вами налогов. Но они не считают нужным нам с вами что-то объяснять. Они только заявляют, это было так, а это было эдак. А как еще разговаривать с толпой? Только их теория имеет право на существование. А вы все ничего не понимаете. Вы не образованные. Какое у вас образование? Никакого? А что тогда нос свой суете сюда? Идите поучитесь с мое. Книг умных почитайте. А у кого учиться-то? У этих же самых ученых, преподавателей? Кто эти книги пишет? Они же и их учителя. Вообще в исторической среде очень жестокая диктатура. Там не то, что не приветствуются другие теории, а жестко пресекаются. Зубрите, как отче наш, то, что вам говорят. А то не сдадите сессию, не получите диплом, ученую степень. Историю пишут победители. Пишут для того, чтобы было проще управлять потомками побежденных. Чтобы мы не знали наших корней. Не пытались вернуть себе былую славу. Одному, конечно, с ними не справиться. Они же фанатики. Как они заклевали Носовского с Фоменко. Ополчились всем своим историческим кругом. С такими историками нужно бороться всем вместе. Обязательно надо наращивать аудиторию альтернативных исследователей. Распространять видео в соцсетях. Делиться с друзьями. Чтобы как можно больше людей открывали глаза. И не боялись задавать неудобные вопросы. В описании к этому ролику я оставлю много ссылок. На материал, который вы сами можете посмотреть, изучить. Это и беседа с профессором Игорем Давиденко про Стоунхедж. Это и интервью Андрея Жукова из ЛАИ про коллекцию Вальдемара Джульс Руда. Это и статья Кадыгчанского о берестяных грамотах и многое другое. Посмотрите. И это буквально в двух словах я выразил свое недовольство нашими историками и археологами. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Будем и дальше развенчивать официальные мифы, официальные истории. С вами был председатель. Увидимся в будущем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok